Это гигантский спрут, герой легенд и преданий, предмет человеческих страхов. Осьминог. Мы решили познакомиться поближе с этим подводным чудищем и разобраться, заслужило ли оно такую зловещую репутацию. Чтобы сбить с толку врагов, осьминог выбрасывает из дыхательной воронки чернильное облако. Вот так же мифы затемняют правду о нем. Многое еще предстоит узнать об этом таинственном моллюске, который плавает в морских глубинах и ползает по дну среди подводных джунглей. В Тихом океане и в Средиземном море команда Кусто будет наблюдать и снимать этого удивительного и понапрасну очерненного современника человека. Исследователи попытаются разгадать тайны пещерного жителя. Подводная Одиссея команды Кусто. Продюсер Мишель Делюар Композиторы и дирижеры Леонард Розенма и Вальтер Шаф Исполнительные продюсеры Жак Ив Кусто и Маршал Флом Осьминожек Осьминожек Марсель Главный Средиземноморский порт Франции Эсподон Младший брат Калифсо Рыбацкий корабль, превращенный Кусто во вспомогательное судно для подводных исследований. Эсподон покидает старинную гавань И отправляется на юго-восток, где пройдет основной этап исследований осьминога. Главный аквалангист Альбер Фалько обсуждает предприятие с Фредериком Дюма. В 43-м году Дюма помогал Кусто испытывать первый акваланг, а до этого человек мог лишь строить догадки о легендарных подводных чудовищах. Художники и писатели любили изображать осьминогов гигантскими кровожадными тварями, способными губить целые корабли. Их называли морскими дьяволами и считали олицетворением уродства, зла и неутолимого голода. Виктор Гюго писал, ужасные щупальца, крепки как сталь и холодны как ночь. Осьминог обхватывает беспомощного человека, который оказывается заключенным в отвратительный мешок. Страшны муки, разрываемой живой плоти. Но Виктор Гюго никогда не видел осьминога. Аквалангисты Кусто будут работать у острова Фриул. Они постараются отделить правду о противоречивом животном от вымысла. Мишель Делюар спускает свои кинокамеры. Истинный мир осьминога не на страницах душесчипательных романов, а под гладью море. Средиземноморский осьминог ни размерами, ни характером не тянет на чудище. Он мал и робок. Он спешит скрыться, будто пугливая пташка, и садится на освещенный солнцем склон подводного холма. Осьминожек, осьминожек, стоит ли людям так уж тебя сторониться? Ты так же любопытен, как мы, только гораздо осторожнее. Когда-то у осьминогов были защитные раковины. Но в результате эволюции они исчезли. Получив большую подвижность, осьминог намного превзошел своих сородичей, двустворчатых моллюсков и улиток. Без крепости на спине он уязвим. Поэтому главная его защита – потрясающая способность маскироваться, моментально меняя цвет. Жернест поражен чуткостью животного. Оно реагирует даже на намерение прикоснуться. Средиземноморский осьминог обычно чуть больше полуметра в поперечнике. Когда он встречает кого-то крупнее себя, то растягивается, чтобы казаться больше, чем на самом деле. Таким способом он надеется испугать же Несто, как он отпугивает хищников, которые в этом мире жестокой конкуренции не знают жалости. Чтобы скрываться от врагов, осьминогу нужна скорость. Он использует свою духательную воронку, как реактивный двигатель. А еще ему нужно острое зрение, поэтому у осьминога прекрасно развиты глаза, почти как у человека. Без этих средств у него не осталось бы надежды на спасение. Ведь в его теле нет ни намека на скелет. Однако такая бескостность имеет и преимущество. Осьминог может как угодно изменять свою форму, что помогает уходить от опасности, да еще с особой грацией. В родной стихии средиземноморского осьминога мы чужаки. Животное пугливо, поэтому наша подводная группа немногочисленна. Мы хотим осторожно приучить осьминогов к своему присутствию и надеемся, в конце концов, им понравится. В холодных тихоокеанских водах, близ Сиэтла, начинается другое исследование. Американские аквалангисты Джоан Даффи и Гэри Кеффлер покажут нырячкам скалипса Раймону Колю и Луи Презлену здешние осьминожьи норы. В отряде осьминогов 150 видов. Самый маленький величиной... Готовы, да? Да. Джоан, как вернее всего отыскать осьминог? Надо найти подводные скалы и заглядывать во все трещины и пещерки. Там они сидят, в самых неприметных выемках, у которого большой опыт общения с осьминогами. Местный подводный пейзаж с большими анимонами незнаком Презлену и Колю. Зато Джоан и Гэри здесь как дома. Гигантский осьминог вышел на охоту. Действительно ли это животное стало прототипом мифических спрутов, которые душили людей и пожирали корабли? Скоро люди Скалипсо узнают на своем опыте, насколько силен осьминог и насколько он опасен. Здесь он уже не легенда, а самая непосредственная реальность. Тихоокеанский осьминог самый крупный в мире. При опасности его кожа покрывается буграми, цвет меняется. Джоан должна схватить осьминога, пока он не добрался до своей норы. Иначе он присосется щупальцами к стенкам пещеры, и тогда его сила утроится. Виктор Гюго писал, «Нет участи ужаснее, чем если человек обхватит восемь липких щупалец, и восемьсот холодных присосок одновременно вопьются в тело, будто восемьсот кровожадных ртов». У Гэри трудности более серьезные. Его осьминог прицепился к скале, и, получив опору, может сопротивляться куда эффективнее. Он стащил с Гэри маску, и теперь придется вылить из нее воду. Другой осьминог недооценил женскую силу. По крайней мере, пока что Джоан со своим управляется. Гэри опутан щупальцами. Виктор Гюго. Любые когти безвредны по сравнению с мощными и ужасными присосками этого животного. Дикий зверь запускает в жертву когти и зубы, но при встрече с осьминогом жертва засасывается внутрь чудовища. На самом деле, оторванный от скалы, осьминог теряет весь свой боевой дух. Он раскрывается, как цветок. Грозное чудище можно нести, как свадебный букет. Аквалангисты рассматривают его твердый клюв, которым осьминог раскалывает панцири крабов и омаров. Из этого маленького рта он выделяет ядовитую слюну. Но только один очень мелкий вид осьминогов способен нанести человеку смертельный укус. Очередной подводный житель неверно понят человечеству. Вопреки легендам, осьминог – осторожное создание, которое старается всеми способами избежать встречи с человеком. Вдали от скал осьминог самого крупного вида не может тягаться даже с девушкой, хотя и опытной. Капитан Кусто прибыл на борт Эспадона, стоящего на якоре у южного побережья Франции. Он сообщает друзьям, что к востоку от Пор-Кер-Оля есть целый город осьминогов. Судно берет курс на залив Аликастры, что близ острова Пор-Кер-Оль. Там лучше всего снимать фильм о небольших, но проворных средиземноморских осьминогах. По пути на Аликастры Кусто рассказывает, какие разнообразные осьминожьи жилища он видел в морях мира. Он рассуждает о том, что помогает осьминогу выжить на плоском дне Средиземного моря. Женест приближается к типичному жилищу средиземноморского осьминога. Животное нашло разбитый глиняный кувшин и обложило его камнями, которые пришлось тащить издалека. Если осьминогу не удается найти готовое убежище, вроде пещеры или обломков затонувшего судна, приходится строить дом самому. Как человек рукой держит дверь, так и осьминог запирается изнутри с помощью своих щупальцев и присосок. Жилищный вопрос на пустынном дне стоит очень остро. Осьминогу трудно найти укрытие от хищных групперов, угрей и мурен. Он часто использует для этой цели то, что роняет на дно человек. Наши аквалангисты один раз даже видели, что частью осьминожьего дома была неразорвавшаяся граната. Осьминог животное одиночное. Для него любое укрытие уже дом, будь то древнеримская амфора или символ современной цивилизации пустая консервная банка. Сидя в домике, осьминог питается ракообразными и мелкой рыбой. Его любимое блюдо крабы. Осьминог быстро парализует добычу ядом и затягивает ее к себе. Краб поедается прямо внутри консервной банки. В Средиземном море поиски жилища или строительного материала вечная проблема. Для множества бездомных осьминогов жизнь на подводной равнине совсем не сахар. Долгие поиски могут быть тщетными. Бездомным бродягам приходится совершать долгие и утомительные путешествия. Передвигается осьминог реактивным способом выбрасывая воду из дыхательной воронки. Поэтому он плывет задом наперед. То, что впереди это не голова а мышечная мантия. Осьминог не видит что у него прямо по курсу поэтому часто наталкивается на преграды. Наконец-то хотя бы один осьминог нашел приют под скалой. Эсподон проходит мимо замка Ив где был заточен знаменитый граф Монте-Кристо. Команда Калипса видит как местные рыбаки ловят осьминога древним способом с помощью глиняных горшков. Вообще головоногие важный для человека источник пищи. Каждый год на земле добывается больше миллиона тонн по фунту на каждого человека. осьминогу не вдомек что он становится все популярнее среди гурманов. Как в старину рыбаки пользуются его жилищной проблемой. Уютный домик оказывается ловушкой. Калипса подходит к знаменитому океанологическому музею Монако. Кусто собирается провести лабораторные исследования осьминогов вместе с биологами Джеффри Сэндерсом и Эндрю Паккардом. Там уже есть осьминоги? Там есть несколько особей что мы поймали за неделю и эту мы тоже туда доставим. Капитан Кусто хочет доставить эту самку осьминога в музейный аквариум для спаривания. В природе у осьминогов находка брачного партнера дело случая. Оказавшись в аквариуме с самцом самка начинает чистить свои присоски. Кусто и Паккард наблюдают. Она чистится на глазах у самца может она старается привлечь его? Ну что-то он не очень реагирует. Верно она решила подползти поближе. А вообще возможно спаривание в аквариуме? Как это бывает в природе? Ну обычно самец первый приближается к самке. Вероятно он добивается ее благосклонности какими-то неизвестными нам знаками. Судя по всему темных колец вокруг глаз. А также поднимание щупалец. Орган размножения находится в третьем щупальце? Да. Самец проявляет интерес. Видите как мерцают его глаза? Точнее кольца вокруг глаз. Наверное это часть ритуала ухаживания. Третье щупальце справа ищет на теле самки отверстие, через которое оно проникнет к яйцам. Эти животные размножаются путем истинного спаривания. В теле самки есть полость, где находятся яйца. Самец выпускает туда сперматозоиды в виде сгустков. И таким образом происходит оплодотворение. Похоже, это вызывает у самца какие-то чувства. Он слегка изменил цвет. Да. Как вы думаете, о самке приятно? Мне трудно сказать, что она чувствует. Но думаю, что да. теперь самка забеременеет. А когда она отложит яйца? Какой срок? Ну, иногда яйца откладываются почти сразу, а иногда через три месяца. Самка способна произвести потомство лишь раз в жизни. А самец сможет спариваться и с другими самками, если удастся пережить житейские невзгоды. спаривание закончено. Теперь самка оттолкнет самца, отныне ее единственная забота о потомстве. Беременную самку вынут из аквариума и вернут на морское дно, чтобы она отложила яйца там, где ее нашли. Оказавшись в одиночестве, она построит дом и будет ждать пять-шесть недель, пока не вылупятся ее наследники. Исследователи время от времени наведываются в гости к самке. Мамаша приклеила тысячи яиц к потолку своего гнезда. Они свисают, будто зреющие виноградные грозди. Своими щупальцами самка защищает их, обеспечивает подачу кислорода, омывая их струями воды из своей воронки, чистит их присосками, будто пылесосом. Жанест предлагает ей рыбу, чтобы посмотреть, станет ли она есть. Во время выращивания потомства самка осьминога совершенно перестает питаться. тем временем мелкие рыбешки поджидают у гнезда, чтобы полакомиться новорожденными. Она истощена от голода, но отказывается принять пищу, которая могла бы спасти ей жизнь. Она ни за что не станет есть. По мнению одного ученого, самка инстинктивно отвергает пищу, потому что остатки могли бы загрязнить кладку. Самка яростно отвергает приношение, хотя обречена умереть вскоре после появления на свет ее детей. Она даже пытается оттолкнуть аквалангиста прочь. обычно осьминожиха не оставляет кладку, но сейчас все ее помыслы направлены на оборону гнезда, и она нападает на человека. Операторы Кусто воспользуются отлучкой самки и с помощью специальной камеры будет снято на пленку рождение малышей. Мишель Делюар берет одну нить яиц. Природа щедра. Всего в кладке полсотни гроздев и в каждой примерно по четыре тысячи зародышей. Рыбы терпеливо ждут толпу маленьких осьминожков. Самка распугивая голодных рыбок возвращается на пост. Специально ко дню рождения маленьких осьминогов в центре морских исследований Кусто, что в Марселе разработана новая техника подводной микрокиносъемки. Великое чудо яйца раскрывает нам свою тайну. Никто до нас еще не видел огромные глаза и пульсирующую мантию малютки осьминога, который старается сбросить с себя оковы и начать самостоятельную жизнь. Осьминожек, осьминожек, прозрачная копия своей мамы. Твоя мама теперь умирает, но помогает своим малышам выбраться из гнезда в мир, чтобы никогда больше их не увидеть. Эти зернышки новой жизни, работая своими маленькими водометами, отправляются в опасное путешествие. Мало кто из них переживет первые часы. Все больше рыб собирается у гнезда. Они предвкушают пир. Осьминожек, осьминожек, твои детки гибнут. Из двухсот тысяч вылупившихся осьминогов только один двое смогут достичь зрелости. А погибшие поддержат пищевую пирамиду, в которую входит вся морская живность. юный счастливец. Женест медленно приближается к осьминогу, которому несколько недель от роду. Ныряльщик вызывает интерес у малыша. И наоборот. Движения его пока еще порывисты, но он уже мастер маскировки. впрочем, пока он еще не решил, что лучше спрятаться или удрать. Ежедневно прибавляя одну пятую своего веса, он успешно прошел фазу существования в виде планктона, который целиком во власти течений. Теперь он настоящий осьминог. И свобода ставит перед ним новые задачи. Малыш еще очень уязвим, и он удирает, пуская чернильное облако. Вперед к будущему, ведь он должен стать легендарным чудовищем, что пожирает людей и сокрушает корабли. Осьминогу привалила удача. Он нашел рыбацкую сеть с уловом. Уж это диво он просто обязан исследовать. сеть пооставили рядом с осьминожьим домом случайно. Но способен ли осьминог учиться на собственном опыте? И как он учится? Может ли он сознательно выбирать решение? И если да, то разум ли это? Ученые давно задаются этими вопросами и давно изучают в лабораториях психологию осьминога. Доктор Джеффри Сандерс, специалист по осьминожьи обучаемости и памяти, в океанологическом музее Монако проводится демонстрация обучаемости осьминога. Это высшие животные. Есть три группы высших животных. Позвоночные, которым принадлежим и мы, насекомые, их мы тоже хорошо знаем, и головоногие. Их мозг в сравнении с мозгом пчелы содержит в тысячу раз больше клеток где-то примерно 500 миллионов. Примерно в 100 раз меньше, чем у нас. Да, примерно. Давайте посмотрим, как он реагирует на сигнальный объект. Вот это черный кружок. Покажем ему кружок. Моментальная атака. И в награду рыбка. Вот, он берет рыбку. Он обучен так отвечать на черное? Да, он уже обучен так реагировать на черное. Удивительно. Это очень сильное животное. Иногда он не хочет отпускать сигнальный объект. Отметьте, что его поведение отлично садаптировано к этому типу эксперимента. Он вылезает, атакует, получает награду и возвращается в дом. Давайте попробуем сделать то же самое, но с белым цветом. Но теперь он получит не награду, а легкий удар током. Как наказание? Да, как наказание. Вот, белый кружок. Он такого еще не видел? Нет, не видел. Он атакует, легкий удар, ему не нравится. Заметили, да? У него разочарованный вид. опять покажем ему черный кружок. Доктор Сэндерс опять опускает черный кружок, атака еще быстрее и осьминог получает награду. А теперь опять белый. цель научить животное не нападать на белый кружок. Он сомневается. Да, он ведь уже получил удар током за атаку белого кружка. Он очень умен. Возможно. На мой взгляд, он просто мудрец. Да, он смышленый малый. нет, не хочет. Еще рано говорить. Он молодец. теперь сообразительность осьминога будет испытана в естественной среде с помощью стеклянной сферы с пробкой. Внутри аппетитный омар. В лаборатории осьминог быстро обучается различать награду и наказание. Женест погружается в природную лабораторию, где нет контрольных объектов, а награда за урок выживание. Женест ставит перед молодым осьминогом задачу. Как добраться до любимого лакомства, заключенного в банку с пробкой? Он хочет немедленно затащить омара к себе в нору, но встречает неожиданную преграду. Одним щупальцем он исследует невидимый барьер между собой и омаром. Сфера пробка. Отверстие в пробке, чтобы омар не задохнулся. Для осьминога все это совершенно вновь. Осьминог, недолго думая, пытается затащить всю конструкцию к себе в дом. к сожалению, великовато. Осьминог опять ощупывает отверстие в пробке. Должен быть способ достать омара. Дотронуться он может, а схватить никак. обычный осьминог просто обхватывает свою добычу, поэтому сейчас он озадачен, но не сдается. Ему хочется омара, и он начинает злиться. Эмоции ему доступны. Дыхание и сердцебиение учащаются. Думает ли осьминог над тем, как решить задачу? на решение задачи осьминогу потребовалось три часа. Конечно, он действовал методом проб и ошибок, но в конце концов вытащил пробку. что ему помогло? Логика или случай? Мы можем сказать одно. Он вытащил пробку. Заполучив омара, осьминог охотно расстается с надоедливой стекляшкой. Женест навещает осьминога, который уже хорошо его знает. Животное встречает его радушно, не то, что другие, которые норовят сразу удрать и спрятаться. успех исследований осьминога теперь зависит от личных отношений между человеком и животным. Оставаясь, они будут знать друг о друге больше. Осьминог и сейчас проходит интенсивную эволюцию. Сбросив бремя раковины, он приобрел скорость и проворство. у него развился самый большой мозг среди беспозвоночных. Его поведение во многом сравнимо с поведением высших позвоночных. Если бы не слишком короткая жизнь, всего два-три года, за которую трудно постигнуть мир, кто знает, какие высоты покорило бы это животное. Изобретательному осьминогу не грозит опасность. Он находит способы выжить без помощи человека. У этого независимого морского обитателя большое будущее. Агора, штат Калифорния. В средней школе каньона Линдера дети знакомятся с осьминогом. Гость ребят капитан Кусто. Я принес вам занятные рисунки осьминогов. Посмотрите. Это гигантский спрут из книги «20 тысяч лье под водой». Эрик, посмотри. Правда страшно? Бедный ныряльщик. Что с ним стало? А этот человек пытается защитить свою жизнь с помощью ножа. Но самое ужасное, когда гигантский спрут хватает целый корабль и утаскивает его на дно. вы верите, что это правда? Я не верю. Не верите? Наш осьминог добрый. Дебби, ты не хочешь пожать ему руку? Тебе не кажется, что это будет здорово? Не знаю, наверное. Попробуй. Можно, Джим? Учитель Джим Смит принес в класс несколько маленьких осьминогов, которые оказались отрезанными от моря во время отлива. У него много рук, выбирай любую, Дебби. Смелей, смелей. Ну, давай. Видишь, он хочет с тобой дружить. Ну, как? Холодный? Липкий. Он такой текучий и прилипает. Мы тоже научились смотреть на осьминога иначе. Но мифы рассеять не так просто. На борту Калипса аквалангисты девятся размером тихоокеанского монстра, красного от злости, что оказался в плену. Мы оставим этого морского гудини в одиночестве. Он виртуозно умеет освобождаться от любых оков, ведь в его теле нет ни одной кости. Вне родной стихии осьминог это просто бесформенная куча плоти. зато в море он воплощение гармонии, жизни, изящества и красоты. продюсер и автор сценария Энди Уайт операторы Мишель Делюар и Рон Чорч производство корпорации Кусто Групп 1991 год Энди Уайт Субтитры создавал DimaTorzok